Что случилось с уммой? Проблема в том, что сегодня мы, мусульмане, больше боимся людей в этом мире, чем Аллаха. Да, каждому придется отвечать по мере того, какие у него были возможности. Если у вас есть возможность сделать дуа, то делайте дуа, как вы правильно сказали. Если у вас есть возможность выступить открыто, но он не выступает, Аллах лишит его возможности выступать. Если у вас есть возможность противостоять, но вы не противостоите, Аллах лишит вас сил. Посмотрите на мусульман сегодня. Во время пророка, салаллаху алейхи вассалям, мусульмане были бедными. Все, что Пророк, салаллаху алейхи ва салям, оставил после себя, были его сподвижники и праведные халифы. Сегодня мусульмане самые богатые в мире. У нас есть черное золото, нефть, топливо. А мы что? А мы ничто. А нас вытирают ноги. Для того, чтобы следовать Корану и Сунне, вам совсем не нужно богатство. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, говорил, «Меня не столько тревожит бедное состояние моей умы, сколько тревожит ее богатство и достаток». А сегодня проблема в том, что, став богатыми, мы позабыли Аллаха, субханаху ва тааля. Те страны, которые обладают богатством и которые могли бы использовать его на пути Аллаха, субханаху ва тааля, они используют его совсем не по назначению. Я даже не стану приводить примеры, мир и так все знает. Они используют его для подкупа людей, а не для религии.